Здравствуйте! Большинство людей в наше время пытаются следить за своим весом. И многие обещают начать бегать, например, со следующего понедельника. Правда, большинству всё-таки не хватает силы воли. И мы бегаем чаще только к холодильнику, и то по ночам. Многие не могут удержаться от ночного перекуса, особенно во время просмотра кино или сериалов. Но всё-таки можно, наверное, позволить себе перекусить и ночью. Но такими продуктами, которые не отразятся на килограммах лишних. Что к ним можно отнести к подобным продуктам? Иногда чувство голода можно перепутать с обычной жаждой. Поэтому сначала можно попробовать выпить стакан воды. Таким образом, можно обмануть желудок, даже если было лёгкое чувство голода. Ну или можно позволить себе выпить стакан зелёного чая с мёдом и лимоном. Этот напиток позволит утолить лёгкое чувство голода, не хуже, чем обычный перекус. Кроме того, он замечательно успокаивает и поможет побыстрее уснуть. Нежирный кефирчик тоже может идеально подойти для ночного перекуса. Стаканчик кефира, думаю, не повредит. Можно перекусить каким-нибудь низкокалорийным овощем, полезным. Например, огурцом или помидором, или перчиком. Если у вас есть в вазочке орешки, то фисташки – самые низкокалорийные орехи. Можно перекусить ими штучек 10. Или же можно перекусить сухофруктами, например, изюмом, фиником, курагой. Они очень полезны, низкокалорийны, и в них масса полезных веществ. Если в холодильнике у вас оказался безжиренный творог, то тоже можно его поесть ночью. Этот продукт никак не отягощает желудок и подарит вам чувство сытости. Ну а если хочется все-таки чего-то посерьезнее, то можно перекусить белым мясом, например, грудка курицы. Но лучше это мясо не солить. Такой перекус очень питательный, но абсолютно безвредный для фигуры Италии. И немного перекусив ночью вот подобными продуктами, я думаю, не будет стыдно на утро перед собою за съеденное. Субтитры подогнал «Симон»